Привет, друзья! Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Больше Одного Подземелья 2. Ну, есть вообще еще Больше Одного Подземелья 1, но она пиксельная такая, я посмотрел на нее, в нее я не играл в первую часть. Играю сразу во вторую, потому что она 3D-шная, красивая, короче, классная. Ну, по графике я имею в виду. А вот классная она или нет, это будешь ты решать голосованием. Если эта игра наберет примерно 4000 лайков, то мы продолжим в нее играть. Если не наберет, соответственно, не будем играть. Так же, погнали. Игра мне напоминает по графике и по подземельям Mask of Myths. Если помнишь такую игру, мы в нее играли когда-то года 2 назад. И вот. В общем, сейчас все увидишь, все поймешь. Улитка! Зеленая блевотная. Ладно, пойдем поболтаемся, что она расскажет. Привет! Грегор Лакей зовут этого товарища. Я буду звать его просто Гэри, как Спанч Бобби. Хватит спать, заключенный. Я в высочество злать обидеть. Немедленно приведите себя в порядок и отправляйся на встречу с нашим Кололем. Ну ок, ок. Не знаю, что я курил, что я пил, что мне улитки привиделись вот такие огромные. В общем, мы находимся сейчас в замке. Вот это вот книжечки. Это книжечки с подсказочками, можешь их читать. Видите, стены устречены, попробуй воспользоваться взрывчаткой. Короче, я их все читать не буду. Здесь проход из замка, ну то есть выйти из замка, но он заблокирован. Пока мы не решим вопрос с королем, там будет все заблокировано. Здесь куча дверей. Ну, в смысле, в подземелье. В замке тоже куча дверей, их можно открывать, если найдем ключи. А вообще игра еще тоже напоминает, знаешь, что? 100 дверей. Игру 100 дверей, потому что тут в подземелье огромная куча дверей. Ты их открываешь, там либо тайник, либо какой-нибудь монстр, либо еще что-нибудь. Предмет какой-нибудь классный. Так что по приколу сделано. Вот эти вот странные какухи с глазами, их можно растопить, можно уничтожить, если у тебя есть три руны, например, здесь. И ты откроешь проход. Вот. Здесь вот, допустим, если я растоплю какаху, я реликвию вот эту получу, которая увеличивает максимальный запас здоровья. Значит, так же тут есть еще классы. Вот, тут есть классы. Их все пока что три, может быть больше, не знаю. Есть воин, но опять-таки его тоже нужно разблокировать. Нужны руны, чтобы растопить вот эти какахи. Есть маг. Я сейчас сыграю на данный момент за странника. Странник обладает навыком регенерации и возможно пользоваться оружием, практически любым оружием, магическими посохами, кинжалами, мечами и пальцами. Так же тут есть религия улиток. Видишь, какая у него шляпа на ракушке. Сюда вкидываешь монетку и тебя благословляют. Короче, ну и, наверное, очищает от всяких проклятий. Тут проклятий тоже существует. Вот король, вот такой здоровенный, на ракушке у него корона, пойдем поболтаем с ним. Его высочество король Филипп Лучезарный зовут этого товарища. Грегор, что за тратительное существо ты мне привел? В смысле, я человек? Что, что, что? Ты говоришь, это называется человеком? Ммм, хорошо. Будем надеяться, оно разумно и способно понимать речь. Ну, вообще-то, да, я тебя понимаю. Ты меня сейчас так оскорбил вообще. Слушай внимательно, заключенный. Ты коварно вторгся в наше владение, и за это тебя стоило бы казнить. Но наше высочество милостливо. Почему он о себе говорит в третьем лице? Наше высочество милостливо. Ты какой-то вообще тупой этот король. И дает тебе возможность заслужить помилование. О, ну это ладно, это хорошо. Зря я его оскорбил, не дочитав предложение. В глубине подземелья, расположенного под развалинами этой крепости, поселилось ужасное создание с другого мира. Оно источает скверну. О, как страшно, прям как в ботве, как в зелье, слушай. И постепенно уничтожает барьер, защищающий наш мир. Уничтожь это существо, и тогда я помилую тебя. Ну, может быть. Аудиенция закончена, заключенный. Приступай за работу. Окей, окей, все. Отправляйся в подземелье, мне говорят. Ну, я, собственно, это и сделаю. Потому что тут больше, в принципе, в замке делать-то нечего. Погнали. Вот так вот мы начинаем с палкой и с посохом. Тут, короче, в подземелье, я уже говорил, что есть огромная куча дверей. И вот эта дверь, она самая важная. Она позволяет нам перейти в следующее подземелье. Для того, чтобы ее открыть, нужно ее распечатать. Печать есть вот у таких вот мясников. Это хранители подземелья, хранители печати. Короче, их находишь, лупишь, и все. У тебя появляется возможность перейти в следующее подземелье. Ох ты, какая красивая улитка. Значит, мы можем всем тут пользоваться. Ну, в смысле, бить палкой, впускать магический фаербол. Ого, нифига себе, улитки можно подрывать. А я даже не знал. Вот первая дверь. Но прежде, чем мы ее откроем, я предлагаю здесь прогуляться. О, крысы, 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 крысы. Так, давай-ка мы подзовем крысу. И он того типка. Карты, инвентарь. Я это все знаю. Потом расхищу, что у меня граната. Нифига себе. Вон там 5 руны выпадут. Ах вы, негодяи. У меня здоровья маловато. Надо бы подхилиться. Так, значит, с каждого убитого мы получаем кристаллики. Эти кристаллики нам дают возможность прокачать способности, когда мы поднимаем уровень. Ну, короче, это экспа, грубо говоря. Значит, тут вроде больше ничего нет. Жрачку бы меня. Ладно, давай отхилимся. Выпьем эликсир здоровья. Тут вроде бы ничего. Если на стенках есть трещина, то их можно взрывать. И там какие-то тайники есть. В тайниках очень классные штуки всегда лежат. Вот, реликвии, артефакты. И тут есть еще тайные всякие стенки. Тоже проход, да? Ну, давай, пойдем отсюда. Ой, ой, ой. Закройте дверь, пожалуйста. О, кстати, я к хранителю вышел. Ничего себе. Ничего себе. Сразу к хранителю. Вот это да. Так, давай-ка вот сюда. Сейчас я их к бочке подтащу. Блин, бочка не взорвалась. Вот это подстава. Ребятки, стойте, не стреляйте в меня. Я хочу вон туда. Ух, 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 ух. К бочке подходите. К бочке. Есть, бочке взорвалась. Хранителю. Да. Что мы? Каменный посох? Ничего себе. И вот, кстати, печать его. Вот мы забираем ее. Ай, новый уровень. Отлично. Что мы можем прокачать? Давай посмотрим. Получить 50 кристаллов каждого вида. Я напоминаю, чтобы пользоваться посохом, нам нужны кристаллы. Их на данный момент три вида. Зеленый, красный и синий. Если у тебя зеленый посох, соответственно, тебе нужны зеленые кристаллы. Так, увеличивает максимальный запас энергии на 5. Увеличивает сопротивление всем негативным эффектам. Давай кристаллы возьмем. Кристаллы возьмем. Вот, у меня теперь слева внизу есть 50 кристаллов каждого вида. Ну, плюс у меня еще были зеленые. Потому что я с зеленым посохом начал. Поэтому зеленых у меня 70. Значит, тут мы сейчас посмотрим блок. О, стенка, стенка, стенка. Блин. Ее, короче, сейчас никак не открыть. Потому что я использовал бомбу. А бомб у меня больше нет. Ууу, куски мяса висят. М-м-м, черт. Ладно, я сейчас тут поброжу по вот этой вот подземной фигне. По подземке. И, возможно, найду здесь бомбы. Ладно. Ну, нам еще в любом случае надо найти дверь с печатью. Потому что мы отсюда иначе не выберемся. Пойдем открывать следующую дверь. Посмотрим, кто у нас здесь. Ратати. Есть кто-то. Никого, ничего не вижу. Мышь и лучник. Лучник. Мимо. Замахиваемся и лопим по нему. У меня бы еще, конечно, оружие получше. Ну, в смысле, вместо палки бы меч какой-нибудь. Было бы хорошо. Это не разбить. Мышка. Ты видал, какие у нее классные, хотя сказать, красные ужасные глаза. Она как будто зафинитизирована. Либо она людоед. У меня золото уже достаточно прилично. Давайте покажу свой рюкзак. Значит, это посох. Магический посох. А, нифига себе, этим посохом можно пользоваться, если у тебя есть все кристаллы. О, даже какие разновидности посоха есть. Я могу его взять. Смотри. Это мы выбили с этого. С мясника. Подожди. Вот этот посох урон 9-12. Это 12-16. Ладно, попользуемся этим посохом. Хорошо. Тут вроде бы ничего тайного такого нет. Сходим вот сюда. Вот, коробочка есть. Оп, оп, оп. Ох, нифига себе, камнем кидаю. Поэтому и каменный посох. Ничего себе, он мощный так-то. Нет, не успеешь. Не успеешь. Ха. Зеленый кристалл. Отлично. То, что нужно. Разбиваем ящик. Монетки. Сколько монет-то у меня всего, кстати? Я даже ключ еще один не нашел. Монеты, монеты, монеты. 60 монет у меня, 3 руны. Окей. Что у нас тут? Синий кристалл. Этот ящик, мне повезло, что он без ключа открывается. Тут обычно все ящики, они открываются с ключа. Ключи тоже нужно искать. Значит, пошли сюда, в эту дверь. У нас еще вот дверь слева не открыта. Нужно будет вернуться. Там уже следующая дверь. Что же там? Разобьем ящики. Тут ничего. Стенки сейчас надо проверить. Может быть, есть невидимые стенки. Я не знаю, я тебе говорил. О, жучок, жучок, жучок. Что он сделал? Не знаю. Я его раздавил, и что-то мне дало. Я только не понял, что. Короче, есть стенки такие интересные. К ним подходишь, а они, как бы, знаешь, магические. Ты можешь сквозь стены пройти, и там будет тайник тоже прикольный. Так, вот жучок. Я его раздавил. Я посмотрел на здоровье. Он мне здоровья не прибавил. Он мне ничего не прибавил. Может, он кристалл дает? Так, здесь есть что? Грибок какой-то. Тут тупик, но обычно в таких тупиках это тайники. Ладно, нет тут ничего. Я все проверил. Идем дальше. Здесь ничего интересного. Что, это тупик тоже? А, нет, вон там проход есть. Давай-ка посмотрим карту еще разок. Смотри. Улитка. Блин, ее подорвать. А может быть, посох там? Не, посох не прокатит. Жалко, бомб нету. Бомбы, кстати, дают за повышение уровня еще. Вот жучок. Сейчас я его раздавлю, посмотрю. Непонятно, что он не дает вообще. Не понимаю. Кристаллов он не дает. Мышка. Черт. Не долетает ко мне. Ладно, ударю тебя. Че, че, че? А, ярость накопил. Это мой навык. Когда наполняется ярость, я получаю свою особенную... А, свою способность, короче, особенную. В данный момент это регенерация. Вот я ее сейчас активирую, потому что у меня хп маловато. Тего 7 хп. И отрегенимся. Еще дверка. Ха, а тут всего деньги были. Всего-то монеточки какие-то лежали. Все тут получается, все, да? Ну, вроде бы как. Поэтому давай-ка мы будем возвращаться к той двери. Бежим, бежим, бежим. Мне бы еще уровень получить. Кстати, у меня до уровня совсем чуть-чуть осталось. Я его сейчас получу. И буду надеяться на то, что мне выпадет возможность выбора бомб. Если это будет, то это замечательно. Я смогу открыть тайник. И подрывать улитку там золотую. Статую улитки. Интересно, что ж она там тоже даст нам. Ух ты. Головоломочка, что ли? Да, головоломка. Если мы ее разгадаем, мне дадут супер-пупер какую-то штуку. Несколько штук даже. Значит, смотри. Здесь вот у нас комбинация есть, которую нужно выкрутить. И вот первый знак. Вот второй знак. Значит, звездочка. Потом деревца. А дальше в пиковую пойми, что. Да, больше я не вижу никаких знаков. Ладно, звездочка. Крутим. Звездочка. Потом деревца. И нужно третий символ разгадать. Но тут просто можно наугад крутить. Нет, либо я комбинацию неправильно сделал. Либо я сделал неправильную комбинацию. Сейчас еще посмотрю. Подождите. А, вот вода. То есть, получается, вначале вода, а потом звездочка. Ну, в смысле, лед. Так, хорошо. Давай в воду. Вода. Потом лед. И дерево. Где дерево? Нет? Не та комбинация. Значит, дерево, звездочка. Ну, дерево, звездочку я пробовал. Ммм, ладно. Так, а как понять последовательность? Просто их комбинировать и все? Только так. Ну, давай попробуем. Значит, звездочка. Вода. Дерево. Нет, не то. Тогда вода. Дерево. Нет. Тогда давай поменяем местами. Дерево. Вода. Нет. Тогда... Давай звездочек. Нет. Воду вниз. Воду вниз. Вот. Вот. Разгадал комбинацию. Вот что нам дали. Эликсир здоровья. Целебный отвар, который снимает эффект безумия, горения, отравления, заморозку. Кристаллы. И вот там вот еще один отвар. Целебный отвар. Ладно. Возьмем... Как глаза... Ой-ой-ой-ой. Глаза. Вот это очень плохо. Это очень плохо. Они, короче, вот эти глаза смотрят в твои глаза и затуманивают твой разум. Их нужно уничтожить. Интересно, получится как? Так. Не понимаю. Все. Они затуманили мой разум. Я теперь безумен. Пока действует эффект безумия, из параллельного мира будут прибывать новые монстры. Также вы не можете взаимодействовать с большинством типов объектов. Вот так вот. Минус один. Давай. Все. Уничтожил эти глаза. Но здесь кто-то уже появился. Кто-то уже появился. О! Проклятие. Некоторые ваши действия, а также атаки некоторых врагов повышают ваш уровень обреченности. Когда он заполняется, вы получаете проклятие. Чтобы снизить уровень обреченности или снять проклятие, воспользуйтесь священным алтарем, которого я здесь не вижу. Священный алтарь. И кто-то... Кто-то лупит в меня, но я... Ух, нифигаси, у нас тут сколько появилось. Бежим отсюда. Хилимся. Хух. И новый левел получил. К сожалению, бомбы здесь нету. Давай посмотрим, что. Полностью восстановить здоровье. Я только что выпил эликсир. Мне неинтересно. Увеличивает урон от оружия ближнего боя. Максимальное число реликвии увеличивается на 1. Блин, оружие давай прокачаем. Давайте, идите сюда. На тебе. Ух ты, дает дрожь. У меня дрожь. Что дает дрожь? Не понимаю, что дает дрожь. Да сколько чутя, нострельно, чтобы ты сдох. Ой, еще один. Блин, прикинь, я сдох. Эх, у меня забрали кучу денег, но оставили 3 руны. Ладно. Я даже не дошел до двери с печатью. Не успел отреагировать. У меня были эликсиры, можно было еще выпить. Но что-то я не отреагировал. Итак, что расскажешь, Гарри? Воистину, коварство людей не знает, Голонис. Ты уже не первый из пленников, кто решил умереть, чтобы ускользнуть от выполнения своих обязательств. К счастью, мы хорошо подготовились. Он думает, что я сдох специально, чтобы не выполнять поручения короля. Если твоей жизни будет угрозать опасность, то благодаря нашей магии ты вернешься сюда и начнешь свой путь сначала. Даже не думай, что тебе удастся уклониться от работы, заклютенный. Ой, да не так уж и хотелось. Я думал, я сейчас с первого раза как возьму и пройду эту игру. Но на самом деле тут не так все просто. Максимальный здоровый. Сколько тут рун нужно было? Пять. По-моему, вот чтобы разблокировать вот это вот. Да, тут три руны нужно было. Скверно очищено. А, это скверно. Какое, какое тут дерево. Ну, вот тут вот еще книжка есть. И тут тоже скверно. Что дает? Максимальное здоровье? Или что? Выносливость. Понятно. Давай почитаем книжку. Хроника 1. Сегодня весь день занимались восстановлением крепости. Все из-за Магнуса и его дурацких магических экспериментов. Попытка наделить лесных енотов разумом оказалась успешной. Даже чересчур. Ночью они смогли взломать замок на своей клетке и устроили настоящий погром. А потом убежали в лес. После такого капитана... После такого капитан запретил Магнусу экспериментировать с животными. Как по мне, так давно пора. Прикинь. То есть тут еще, возможно, нам будут встречаться еноты, которые будут делать ловушки и все такое. Вот, кстати, давай попробуем сюда. Откроется после победы над третьим боссом. Вот. Тут, короче, нужно уничтожать боссов, и тогда будут открываться вот эти двери. Ладно. Как бы... Как бы... Ну, очистил я эту скверну, и что? Тут только вот хроники какие-то были. А тут сколько нужно рун? 5 рун. Как бы ничего нам толком это и не дало. И следуя по теме, ли вы можете наткнуться на слизни. Попробуйте бросить им ненужный предмет. Попробуем. Хорошо. Ладно, подсказка зачтена. Идем дальше. Монетку. Надо было монетку бросить, чтобы благословили меня. О, смотри. У меня теперь вместо посоха яда, посох огня. Что? В ящике. Золото и зелье энергии. Это хорошо. Что ж, пойдем. Пойдем. Откроем первую дверь. Бомба есть. Это хорошо. Это хорошо. О, летучая мышка, да? Это летучая мышка? Нифига себе. Я вначале думал, какой-то фонарь или щучья. Забрали экспу с этой мышки. Разобьем скляночки. Еще тут нету. Таников тут тоже нету. Идем в следующую дверь. А подожди, вот тут, а, показалось, там проход думал. Следующая дверь. Тут у нас загадка. Вот. Вот, вот тут. Взрываем. Взрываем. Бомба. И что у нас здесь? Че это за бобер? Погоди. Плюшевый бобер. Реликвия. Увеличивает сопротивление безумия. О, классная штука. Реликвии. Поздравляем, вы нашли реликвию. Вы можете использовать несколько реликвий одновременно. Это здорово. Бобер, который уменьшает безумие. Значит, тут у нас головоломка небольшая. Надо ее решить. Дергаем рычаг. Что это? Я че в казино попал, что ли? А, нифига себе. Реально какое-то казино. Че выпало на карте. Ну, в смысле, на картине. То тебе и достается. Отвар целебный и руны. То есть у меня два отвара теперь целебных? Ну да. Ладно. Два отвара. Если че, увидим слизней. Попробуем кинуть отвар. Посмотрим, что произойдет. Не-не-не-не-не, ребята. Блин, у меня посох ледяной. У меня льда дофига. Ну, в смысле, рун льда. Че? Тут есть что-нибудь интересное? Ага. Однорукий скелет. Однорукий бандит. Слетучая мышь. Надо уворачиваться. Ох, нифига себе вас тут сколько, ребятки. Че? Че тут? У вас тусовка, что ли? Опа, увернулся. Да, я совсем забыл про ворот. Нашив. Я думал вначале, что это ускорение. Но это ворот. Вот все. Ух. Бомбы. Да-да-да, бомбы. Получить три бомбы. Да, получить бомбы нам нужны. Новый уровень. И я получил бомбы. Тут ничего интересного в склянке. И зелье энергии. Вот, жучок. Давай еще раз посмотрим. Я сейчас... Ау! Хотел раздавить жука, но тут были скелетов на руки. Минутку. Че ты там застрял? У меня 30 рун огня осталось. Поэтому надо быть очень... Может быть и не тратить их. А может и уже и потратить их наконец-то. Так, жучок, подожди, дай я раздавлю. Золото! Жуки дают золото. Ну, в зависимости, конечно, от цвета жука. Тут ничего. Это что? Ух ты. Тут что-то интересненькое, походу. Вот, синий жук. Че дает? Энергию, наверное, восстанавливает. Но у меня энергия была полна, поэтому он нам ничего не восстановил. Вот. Тебя нужно взорвать, и я получу куча, куча бриллиантов. Ну, не бриллиантов, это рун. О, ништяк. Пополнили запас... А, это все-таки кристаллы. Пополнили запас кристаллов. Значит, магией можем пользоваться. Блин, у меня 100 кристаллов с льдом. Блин, долго тебя бить? Очень долго. Так, тут у нас чего? Где синий жук? Синий жук куда-то убежал. Вот он. Непонятно опять. Ну, да, скорее всего, он энергию восстанавливается. Давай карту посмотрим, а то что-то я заплутал. О, красная, красная, красная. Это там сейчас чувак-мясник, хранитель. Сейчас к нему и подойдем. Курочка. Курочку оставим. Она восполнит нам хп. После битвы с боссом. Но я не думаю, что это босс, конечно, хранитель. Это не босс. Это просто хранитель. Готов. Вот он, хранитель. Наш пупсик. У ворот. Уходим. Почему ты похож на пёсика? Ого. Ого. Вот это ударчик. Серьезно. Так. Ну же, подходи к нам. А, погиб. Да что ж такое-то. Ё-моё. Всё, собрались. Пойдём ещё разок. Ещё разок. Сразу. А, ну и, конечно же, церкви поможем. Мощный, конечно, хранитель. Лучше издалека их лупить. Ничего не происходит. Сколько ж монет тебе нужно? Давай поболтаем с этим. Взываю к тебе заключённые. Отринь страхи идолов и обратись к свету святой улитки. Ну, я вроде как монеткой пожертвовал уже. За небольшое пожертвование ты можешь получить её благословение. Ну и ладно. Ничего не происходит. Я уж столько туда монет скинул. Ладно, пошли. Всё, собрались. Короче, с хранителями мне просто... О, ключ. Отлично. В прошлый раз повезло, что я его быстро ушатал. Там ещё бочка была взрывная. Так что вблизь к нему лучше не подходить. Блин, у меня там было 4 бомбы. Я всё просрал. Надеюсь, что в этот раз мне тоже 4 бомбы дадут. Там нет прохода? Нет. Ладненько. Ладненько, ладненько. Эликсирует хорошо. За здоровьем не успеваю следить просто. Как-то всё быстро тут происходит. Вот. Отлично. Взрываем. Что у нас тут? Кристаллики. О, у меня, кстати, ледяной посох. Ничего себе. Так, подожди. Ещё один ледяной посох нашёл. У него урон 2-3. Этот 8-11. Какой-то странный ледяной... Призывает несколько ледяных осколков. А, он понял. Он, короче, типа стрелами кидает. Три стрелы в разные стороны пуляет. Но я лучше с таким посохом похожу, который у меня сейчас есть. Он, кстати, довольно-таки мощный. Вот что я тебе хочу сказать. Оп. Так. В сундучке у нас... О, отлично. Это очень хорошо. Отвар. Давай возьмём. Или что? Места нет. Нет, есть место. Погоди, посмотрю. Ещё 2 слота свободных. Куда мы вообще идём-то? Сюда давай сходим. Жучок синенький. Закидываем в мышку. Бах. Мощными ударами буду лупить. Я когда использую мощные удары, у меня энергия копится. Вот сейчас я и посмотрю. Разбавить синего жучка. Получу я энергию? Нет, не получил я энергии. Фиг знает, что я получил. Куда нам? Теперь здесь дверь. Тут проход. О, монеты, монеты, монеты. Эх, жалко. Жалко, жалко. Нету бомбы. Подорвал бы сейчас улитку. Не, подходи ко мне. Мимо. Интересно, а тут в двух руках можно использовать меч, допустим? Ну, чтобы в двух руках был меч. Значит, как воришка. О, сундук. А у меня же ключ есть. Давай откроем. Алхимическая колба. Реликвия. Вы собираете больше кристаллов. Это здорово. Хорошая штука. Хорошая реликвия. Тут у нас кто? Ага. Головоломка, что ли, какая-то? Вот это разбиваем. И вместимость инвентаря увеличивается на 3. Тут у нас что? Увеличивает максимальный запас энергии на 5 единиц. Полностью остальное здоровье. Вместимость инвентаря давай выберем. Вот так вот. Так. Я вижу, что тут какие-то знаки на полу. Где-то, возможно, есть головоломка или что-то. Или что-то. О, а как ты тут появился? Почему я тебя раньше не видел? Подожди, давай вот я сюда встану. Как бы ничего не происходит вообще. А если сюда встану? Странно какая-то штука. Это явно головоломка, просто я не знаю, как ее решить. Надо подумать. Знаки одни и те же на полу. Странно. Ладно, пойдем в дверь сходим. Хотя, подожди. Ух ты ж. Откуда ты вышла? Чего? Нечисть. Готово. Бочка со взрывчаткой. Ай, сколько дверей-то тут. Все, что синее на карте, это двери. Ну, голубенькое такое. Ладно, давай сюда сходим. Посмотрим, что тут. Мышь летучая. Во, что тут. Я обычная. Две мышки собрались. Готово. Чего вы тут охраняли? Нифига себе. Это что? Это же склеп. Открываем. Меня, походу, прокляли, да. Увеличивает сопротивление горению. Возьмем. Пригодится. Блин, вот видишь, у меня там сверху... Слева... О, дверь с печатью. Нагонец-то ее нашел. Слева вверху у меня здоровье, энергия и вот этот глаз. Вот когда накопится 30, ровно 30 будет у глаза, то у меня будет проклятие какое-то, что не очень круто. Значит, нужно печать найти. О, какая интересная штука. Я таких не видел. Может, это поджечь можно и там что-то будет, но мне нечем поджечь, к сожалению, сейчас. Поэтому... Я, если что, сюда вернусь потом. Вот. Тут вот... Тут вот... Вон он, мясник ходит, кстати. Ой-ой-ой. Ха, он сюда пройти не может. А я в него попасть не могу отсюда. Угу. Значит, тут... Подожди, а как? А как? А как? Хм. В обход, может быть? Давай попробуем обойти. Ладно. Заодно зайдем... Вот в эту дверку. Да, скорее всего, вот эта дверь нам проход откроет. Ага, точно. Тут есть что? Нет, ничего. Эликсир выпьем. Выпьем эликсир. Да, походу мы... Ага, вот они стоят тут. Возьмем другой посох. Ау-е! Вот так вот вам. Не подходи ко мне. Готов. Все довольно просто. А лучники в меня лупят, да? Всех размотал. Еще один посох ледяной. Что это? Получить 50 монет. Блин, дайте мне бомбы. Увеличит максимальное здоровье на 5. Ммм... Ладно, давай здоровье возьмем. Печать есть. Посох. Посох зачем мне брать? 8-11. У меня такой же посох, да, по-моему? 8-11. Да. Я не буду его брать, чтобы он места не занимал. Тут вроде бы ничего больше-то интересного и нету. Ага. Ладно, пойдем посмотрим, что в других местах есть. Можно сразу идти и распечатывать дверь. А можно еще побродить по подземелью, пооткрывать все двери. И я уверен, что мы найдем какие-нибудь реликвии интересные. Или еще какие-нибудь предметы. Например, может все-таки найду меч. Вот. Либо щит. Ой. Слушай, а этот-то посох намного круче все равно лупит. Готов. Он как бы мощнее. И у меня, кстати, закончились. Закончились. А, все. Не могу использовать даже этот. Подожди, подожди. Посох убирай. Ого, ого. Ты как прыгаешь-то. Готов. Ну? Чего ты тут охранял? Ничего интересного. Это у тебя мышь. Кровососка маленькая. Так. Прям сюда. Надежды на то, что найдешь ты тут склад. В котором... Так. Я предлагаю знаешь, куда сходить? Вот сюда. Да, хорошо, что есть карта. Если бы не карта, я бы тут плутал. И, возможно, кучу всего пропускал бы. Склад. На складах обычно кучу всякого интересного, полезного. Бывает. Ну и в них куча ловушек тоже. Эликсир. Здорово. Еще одна дверь. Хм. Куда она ведет? Во! Еда! Отлично. Чуть подхилимся. Можем туда пройти. Там тоже дверь. Ну, давай сюда сходим. Посмотрим, что тут. Тупик. Ага. Вот она магическая. Видел? Видел? Она такая миражная была. Она как будто расплывалась. Это стенка. Что это такое? Удостоверение мага. Реликвия увеличивает урон от посохов на 20%. Это классная штука. Забираем. Мне бы еще другой посох, конечно, бы найти. Тоже было бы годно. Это разбиваем. Мать ей мощным ударом. О, варварься. И еще. Так бы всегда всех выносить. Тут больше ничего вроде бы и нету. Ага. Пусть-то. Пусть-то, пусть-то. Там дверь. Тут. По-моему, тут есть. Головоломка. Я здесь был? Да, здесь я был. А, так мы тут... Во, мы тут были, слушай. Или нет? А, похоже, головоломка. Ну, давай. Что мне выпадет? Бомбочка, бомбочка. Слизняк. Стой, 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 стой. Слизнякам можно отдать предмет. Сейчас я попробую это сделать. Например, вот склянку какую-нибудь отдам. Посмотрим. Вот, склянку возьмите. А чё-то, слушай, а как? А чё вы не отреагировали? Как? На скляночку. Вот же, я вам тут оставил склянку. Возьмите её. Хм, им бы хоть бы что. Слушай, они... Нифига себе. Какие злые. Готовы. О, бомбы. Отлично. А это что такое? Предметы из поверженных противников выпадают чаще. На 25%. Увеличивает максимальное здоровье. Ммм, три бомбы. Хочу бомбы. Блин, неудачно, конечно, мне тут выпал слезняк. Ладно, красные кристаллы есть. Это плохо. Кристаллы мне синенькие, пожалуйста, давайте. Ледяные. Дверь. Вот эту дверь я не открыл. Сходим сюда. Ничего, пусто, что ли? Пусто. Окей. Тогда сходим в ответ в дверь. Посмотрим, что тут у нас. Тоже пусто? Нет тайников никаких? А, вроде нету. Ну, тут тогда осталась последняя дверь. Пойдём. А вот этого что? Вот этого... А, всё, я понял. Там фиолетовая эта дверь с печатью. И вот у нас вот тут вот ещё дверка осталась. О, мы ещё снизу что-то там плохо. Посмотрели. Сейчас ещё вниз ходим. А, бомбочка. Бомбочку подрываем. Монетки. Интересно, будут торговцы встречаться, чтобы... Пс, зря сюда шли. Чтобы эти монетки потратить. Так. И сейчас мы вот сюда сходим. Я что-то почему-то там не дошёл до конца. Почему я не дошёл до конца? Минутку. Вот сюда. Вот здесь вот мы... О! Мышка! Да сколько у вас тут, а? Капец. Готовы! Все готовы! Крас... О, синий жук, синий жук, синий жук, синий жук. Иди сюда, я тебя раздавлю. Не знаю, что он даёт, но очень балдёжно их давить. В надежде на то, что ничего плохого они мне не даёт. Всё? Тут просто были бочки, в которых было пару монет. Мда. Ладно. Пойдём открывать первую дверь. Распечатаем её. Наконец. С третьей попытки как-то умудрился дойти. Вроде бы, кажется, всё просто, да? Но вот из-за каких-то нелепостей погибаешь. Идём сюда. И теперь прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо. И всё. И, кажется, всё. Набежали? А, стой. Нет, с другой стороны. Ой, блин, а походить же это всё надо теперь. Ах, хотел сократить. И, как видишь, всё через попец получилось. Вот сюда. Всё. Сейчас откроем эту дверь. И узнаем, что там. А здесь ещё одно подземелье. О, тёмные идолы. На некоторых уровнях подземелья вы можете встретить тёмный идол. Каждый такой идол накладывает негативный эффект, усложняющий прохождение. Уничтожьте идол, чтобы избавиться от его эффекта. Вы чувствуете присутствие тёмного идола где-то неподалёку. Действие. На месте трупов врагов может появиться призрачный череп. Ооо, вот это плохо. Я думаю, что этот призрачный череп, он может тоже драться и наносить урон. Как бы ты убил противника, из него поднимается черепок и куролисит тебе. Это не круто. Открываем улицу. Ой, наконец-то посох. Я теперь могу посохом пользоваться. Здесь у нас... Так, давай-ка сразу. Сразу тут всё зачистим. Тут проходик. А, нет, нет. Это тупик. Единственная дверь, которая ведёт нас дальше. Это вот эта. Курочка. Грилёк. Тут у нас ещё. Ключик. Отлично. Значит, тут есть сундук где-то неподалёку. Что это за стенка такая? Оу. Оу. Там, кажется, портал. Пойдём. Ну-ка, пойдём. Да, это портал. А я вижу там ещё глаз. Вроде бы глаз. Надо его разбомить. Готов. Какой-то раз быстренько я с ним разобрался. Ну что, пойдём в портал зайдём. Посмотрим, что там. Ох, нифига себе. Нифига. Ого. Какие глазастые цветки. Так, я вышел отсюда. Здесь ещё один портал. Короче, в порталах у нас есть вот такие вот всякие штуки. Перепрыгнул. Опа. Ну, всё довольно просто. Это что такое? Змеевик. Зелье становится эффективнее на 50%. Ах, круто. Но взять я его не могу, потому что у меня мало слотов. Чё выкинем? Увеличивает сопротивление к горению. Посохи нет. Вы собираете больше кристалл. Короче, вот. Давай вот это выкинем. А вот это возьмём. Чтоб зелье восстанавливали больше здоровья. Опа. Опа. Всё, я думаю, мы тут закончили, поэтому можно отсюда болеть. Дальше. Куда нам дальше нужно идти? Тапаем. Вот сюда. Это ещё бомбы взрывные? Да ладно, вам лучше прикалывать. Офигеть. Офигеть. Черепок. Видал какой? И он сразу затуманивает разум. О, бомбы. Это ж круто. Это логово бомб. Летающих бомб, которые высиживают бомбы. Обалдеть. Так. Зелёный кристалл. Дай. Эти черепки меня подбешивают. Ништяк. Огромное количество бомб. Это очень здорово. Это здорово. А, это что такое? Тебе нужно кристаллы скормить или что? Что-то... Подожди, а можно ему кристаллы кинуть? Как-нибудь. Он прям вот просит, дай мне кристаллов. Как это сделать-то? Можно как-то их... Подожди. Пять. А. Может, посохи ему как-то можно скормить? Давай вот. А, вон он что, скармливаешь ему ненужный предмет, и он как бы... Как бы это... Давай вот этот посох ему скормим. Ммм, неплохо. Неплохо. Только ты мне дал не те кристаллы, которые я бы хотел, конечно. Ну ладно. Эликсир здоровья я не буду ему скормить. Тут у нас чего? Тут ничего. Вон там вот какая-то фигня стоит, светится. Привет. Так, не знаешь, что надо? Мне надо... Мне надо... Мне надо... На тройку. Вот, отлично. Ты стреляешь там, нет? Готов. Ай, черепок. Весит эти черепки. Почему тут вот попадается мне только зеленый кристалл? Это не честно. Реликвия какая-то. Со здоровьем что-то связано. Что за реликвия? Посмотрим. Получая золото, вы также восстанавливаете немного здоровье. О, классная реликвия. Но взять я ее не могу, потому что место у меня тут под завязку. Поэтому ладно. Пускай болтается. Если я, конечно, сейчас получу уровень, там будет возможность прокачать слот для реликвий. Но не факт. Проклятье снятое. Дырявые карманы. У меня было проклятье дырявые карманы? Хм. Не при чеме. Я даже не знал. А что это значило? Монеты сыпались из меня? Так. Синий жучок. Куда ты ползешь? Давай, давай, давай. Подойди ко мне. Попал. Он попал в меня, а я попал в него. Это что? Ох ты ж. Блин. Как они меня бесят, эти черепки. Вообще ненавижу эти черепки. Нету черепка? Ха, есть. Есть, есть, есть. Он за мной летает. А как? А как от него ебается? А, просто убегать. О, это лову, оказывается. Ничего себе. Смотри, под них шипы были. Под этими досками. Так. Тут вроде бы больше ничего нету. Сейчас шкляночки разойдем. Жучок, жучок, жучок. Готов. Комната. Без тайника, да? Ну, вроде да. Взрывать тут нечего, поэтому не будем даже тратить бомбы. О, о, вот это хорошо. Это хорошо. Очень хорошо. Еще бы не зеленый посох, и было бы вообще замечательно. Тупик. Ладно, возвращаемся к дверям. Есть. Блин, столько дверей еще не открыло. Это капец просто. Есть возможность открыть вот здесь дверь. Ну, я, наверное, ее и открою. О, сундук. У меня как раз ключ есть. Вы собираете больше крестов. Блин, у меня есть уже эта реликвия. Не буду ее даже брать. Орк. Офигеть, орк. Который кидается камнями. Ой, а камнями-то больно. Еще и он. Это какой-то грязный камень, слушай. Который мне в глаза прям попадает. Так. Здесь ничего такого интересного нет? Тайникового. Вроде нет. Здравствуйте. Вот ненавижу сломать эти коробки. А там вот эти вот мыши попадаются. Так. Здесь что-то на столе. Смотри, карта. Получена карта уровня. Я, то есть... Да, я всю карту теперь вижу. Ну, четко. Четко. Ключ возьмем. Зелье возьмем. Подхилимся. Раз зелье есть у нас дополнительное. Для реликвий что-нибудь. Максимальное число реликвий увеличивается на 1. Вот. Вот это можно прокачать. Увеличивает урон кристального оружия. Либо получить 50 кристаллов. Давай. Для реликвий увеличим местечко. Все. У меня теперь дополнительный слот есть. Слушай, а если я ту возьму реликвию? Скляночку эту. Блин. Ее сейчас найти. Может быть это суммируется? И у меня будет на 100. Вот. Прикинь. Все суммировалось. Я надеюсь, что это суммировалось. Я теперь буду больше кристаллов получать. Ну, а если что, если я найду другую реликвию, я просто выкину эту колбу, да и все. И все. О, куричка. Куричка, это хорошо. Идем дальше, значит. Поскольку карта открыта, я теперь знаю, куда мне нужно идти. О. Так. На тебе. Взрываем. Монеточки. Там с той стороны ничего нету интересного. Сейчас карту посмотри. Ну, там есть проход какой-то. Какой-то проход куда-то. Пойдем сходим, посмотрим. Ой, ой, ой. Напугал меня немножечко. А что, 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 что? Скелет. Скелет. Точнее, голова скелета. Просто бегаем, просто бегаем. Сюда пойдем. Тупик. Ну да, там же на карте было показано, что это тупик. Ладно. Идем сюда. Вот тут комната есть. О, лодчик. Лодчик с камнем. Блин. Закидал все в глаза мне. Значит, вот она, эта дверь с печатью. Нам осталось найти хранителя. Ну, я даже знаю, где он. Вот он, идол, кстати. Слушай. Пойдем сейчас уничтожим идол. Уничтожаем этот идол. Вот. Темный идол уничтожен. И проклятий больше нет никаких вообще. Какие прикольные цветочки. Значит, если мы пойдем сейчас наверх, мы выйдем... А зеленое что это? Подожди, давай вниз ходим. Я не понял, что такое зеленое. Я что-то там упустил. Ловушки срабатывают. О. Зелье энергии. Не зря сходил. Вот зеленое. И там еще дверь какая-то есть внизу. Но она с тупиком, видимо. Подожди, вот реликвия. Во, кстати. Кстати, вот это мы выкидываем. Не зря вернулся. Тоже. Это берем. И вот тут что-то зелененькое где-то. Вот тут, вот тут, вот тут. А! Все понятно, кто ты такой. Есть у меня идейка, слушай. Есть у меня идейка. Подожди. Мы сейчас скормим эту реликвию. Вот так вот выкидываем. Эту реликвию мы скормим. Че она тут будет валяться, правильно? Посмотрим, сколько за реликвию ты дашь мне кристаллов. 30 синеньких. То, что нужно. Это забираем. Так. Если я туда ходил. Ну давай до конца сходим. Там вон еще какая-то дверь есть. Она, понятное дело, тупиковая. Но просто, чтобы всю карту прям исследовать на всяких пожарах. Может там тайник какой-то. Может не зря сюда сходим. Ага. Миражная дверь. Наконец-то кинжаль. Кинжаль. Сколько он урон наносит? Палка 5-8. Усиление атаки 3. 8-8. Так, блин. Пойдем палку выкинем тогда. Кинжаль. Ну видишь, кинжал он как бы короткий. И энергии нет. Можно, кстати, и... Хотя нет, не буду... Хотя нет, надо энергии выпить все-таки. Вот, пополним. Потому что я сейчас буду с боссом драться. Ну, с хранителем. Так, не туда бегу. Мне нужно сюда. Вот сюда. Че, все. Получается хранитель. Там еще одна комната есть. И можно текать отсюда. Проход. Проход. Проход здесь. Так что. И вот я сейчас еще не знаю. Может быть, выкинуть палку? Как думаешь? Выкинуть палку? Она просто слот занимает. Как бы. Хотя места еще полно. Ладно. Не буду ее выкидывать. Мало ли пригодится. Мало ли пригодится. Хранитель, я иду к тебе. Так, надо взрыв пополнить. Потому что ловушки у меня что-то изрядно... Его... Кто-то здесь был. Ага, ага. Куда ты побежал-то? Стой. Ох, ох, ох. Блин. Из этих цветов нифига не видно. Ой-ой-ой. А че еще так много-то? Там еще и хранитель бежит. Блин. Ох, я и хранителя выселил. Ха. Как-то странно. Какой меч. Какой меч. Слушай. Вот это да. Нифига себе. Урон огнем. Урон льдом. Ядом. При использовании расхода и тоннеля. Ну, как бы понятно. Офигенно. Слушай. Я тебе хочу сказать. Так. Возьмем этот меч. Ну, как бы кинжал теперь можно нафиг выкинуть с палкой. Сто процентов. Конечно, палка-то и кинжал помощнее будут по урону. Но этот уносит... Наносит урон всеми видами. Этот меч. В смысле. Так. Тут есть что? Нет. Тут ничего. Куда нам нужно идти? Сюда. Последняя дверь. И тут как бы ничего. Серьезно? Тут ничего вообще нету? Может, миражная стенка? Нет. Все. Тогда пойдем открывать дверь с печатью. Главное мне сейчас на ловушку не нарваться и не сдохнуть. Это будет самое печальное. Самое некрутое. Все. Дошел. Скидываем. И открываем. Е-е-е. Третий уровень. Третий уровень. Босс. Битва с боссом. Мне бы как... Дайте мне здоровье кто-нибудь. Как это так? У меня здоровья нет. О. У тебя что-то купить тут можно? Если вы погибнете во время сражения с боссом, вы сможете повторить этот бой сначала. Сто монет. Отлично. Покупаем. Страховой агент. Приветствую тебя, заключенный. Уверен, что эти врата кажутся тебе крайне подозрительными. К счастью, наша компания готова предоставить уникальную услугу по страхованию жизни. В обмен на небольшое количество золота. Я уже застраховал себе, поэтому как бы спасибо. Но я надеялся, что тут будет как бы здоровье. Вон там здоровье, смотри, есть, кажется, это здоровье. Босс, да. 200 хп. Что ты делаешь? Огнем стреляешь, да? Огнем стреляешь. Оу. Оу, нифига себе. А там что у нас лежат? Монетки? Куда ты прыгаешь? Ну, прям за мной прыгать. Посох мне бы какой-нибудь ядовитый. Ой, прям, прям, прям в огонь попал. Ой, 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 ой. Я сейчас сдохну нафиг. Как же с ним подкрасться, чтобы он меня не бахнул огнем? Все, нет у меня маны. А, подожди, у меня есть способность. Я регенюсь, я регенюсь, я регенюсь, регенюсь. Я регенюсь. Что, как, как бы. Сейчас я просто тут постою, потушу немножечко, отрегенюсь. И все, я иду к ТП. Как я совсем забыл. Ну, 18 хп, как бы, ну, такое себе. Как бы такое, не такое. Так, надавал ему веща, неплохо так. Неплохо. Проблема в том, что он, оу. Да, е-мое. Так. Ага, 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 ага. Давай последний удар. Ну, не последний, конечно. Куда я? Меч сломался. Е-мое, меч сломался, прикинь. Кортик. Я-то уж обрадовался, что я хороший меч нашел. Сдохли. Ну, ладно, у меня есть страховка. Воспользуемся страховкой. Ага. А здоровье все равно не к черту, да? Ммм, кто-нибудь дайте мне здоровье. Страховку еще раз можно купить, но денег у меня больше нет, как бы. А почему здоровья так мало, я вообще, конечно, не понимаю. И тут нет тоже здоровья. Но, поспользуемся навыком, тогда че. Воспользуемся навыком. О, тут еще есть, отлично. Блин, как тут меня достал попадать. Да е-прстэ. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Готов, прикинь, я усатал. Два хп. Брэк повержен, отлично. Первый босс пройден. Фух. Но меч, конечно, меня подкачал. Я думал, что он... Ого, сколько тут всего интересного. Печать берем, кристалл... Наконец-то красный посох. Ну, ю-моё, как я долго его ждал. Значит, я могу сходить сюда. Это что? Ну, давай, посмотрим, посмотрим. Вы уверены, что хотите вернуться к обходу в подземелье? Вы сможете сохранить все золото, но ваш прогресс в прохождении подземелья будет утрачен. В смысле? В смысле? Я не понял. Вы уверены, что хотите вернуться к обходу в под... В самое начало, в смысле? Нет, я не готов. Давай просто откроем печать и войдем туда. Это будет другое подземелье уже, типа, да? А, ну да, точно. Ну, это какой-то погреб уже, слушай. В общем, на этом этапе... Тут даже обратно не вернуться. На этом этапе мы закругляемся, если тебе понравилось. Какая курица зеленая, пахнущая. Если я съем, я, наверное, травлюсь, поэтому я не буду ее есть. В общем, на этом этапе мы закругляемся, если тебе понравилось. Если кто-то знает, что нужно сделать, поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан на канал, также подписаться на Яндекс.Дзен, все ссылочки будут в описании. Ну, а мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи!